Возрождение горнолыжного спорта. В Карачаево-Черкесии уже не первый год функционирует Республиканская школа зимних видов спорта в городе Тиберде, где дети в возрасте от 6 лет обучаются катанию на лыжах и сноуборде. Благодаря содействию администрации Карачаевского городского округа воспитанникам спортшколы был выделен свободный от туристов склон для проведения практических занятий по слалому. А совсем недавно появилась и собственная база, куда перед началом занятий привозят учеников и где хранится все необходимое спортивное снаряжение. Более подробно о том, как развивается школа зимних видов спорта, какие задачи стоят перед руководством и каких результатов уже удалось достичь, мы поговорили с заместителем директора учреждения Динарой Кубановой. Здравствуйте, Динара. Сегодня хотелось бы рассказать нашим телезрителям немного о школе зимних видов спорта, которая функционирует в нашей республике. Вот хотелось бы узнать, какие первоочередные задачи сегодня стоят перед данным учреждением, чем, собственно, занимается спортшкола. В первую очередь наша работа направлена на то, чтобы привить подрастающему поколению здоровый образ жизни, занятия спортом, привить нашим юным спортсменам соревновательный опыт принятия участия в различных спортивных соревнованиях. Ну и в целом для пропаганды здорового образа жизни. Если говорить о возможностях, которыми обладает сегодня учреждение, это как материально-техническая база, так и кадровый состав, вот что вы могли бы рассказать по этой теме? С поставленными задачами мы справляемся, относительно справляемся. У нас есть хорошая техническая база. У нас в последнее время поступила партия хорошего снаряжения спортивного. Нам построена база для хранения нашего снаряжения. Выделили новый автобус для перевозки спортсменов из города Тиберды в поселок Домбай для того, чтобы они поднимались по склону и катались, занимались спортом. Поэтому техническая сторона этого вопроса пока на сегодняшний день очень даже удовлетворительная. Кадровый состав у нас тоже относительно полный. На сегодняшний день в нашей школе работает 4 опытных тренера. У каждого тренера есть свои группы. Группы эти наполняемые, они уже заполнены на сегодняшний день по таблице. И 189 детей у нас в этом году по контингентам записано и занимаются в нашей школе. Среди воспитанников спортшколы наверняка есть много детей, которые подают большие надежды. Могли бы вы отметить кого-то конкретно или может быть в целом ребята обладают большим потенциалом? Безусловно, у нас такие дети есть. Вообще хочу сказать, что все наши дети талантливы, способны. Но среди этого большого количества детей хочется выделить нескольких ребят, которые действительно подают надежды. Являются участниками различных республиканских соревнований. Мы вот планируем вывозить их и на российские соревнования. Поэтому потенциал есть. Нам есть чем гордиться. Ни для кого не секрет, что горнолыжный спорт это достаточно дорогой вид спорта. И понятное дело, что поддержку вы получаете сегодня не только от Министерства спорта и физической культуры нашего региона, а наверняка есть какие-то меценаты или общественные деятели. Вот хотелось бы узнать, кто помогает сегодня воспитанникам спортшколы. Говоря о поддержке, хотелось бы отметить ряд лиц, которые неравнодушны к нашей ситуации, неравнодушны к детям и к тем, чем мы занимаемся. Хотелось бы отметить Министерство по физической культуре и спорту Карачева-Чешкесской республики в лице министра Уздинова Рашида Исуфовича, который приложил немало усилий для того, чтобы мы вот в последнее время, последние несколько лет свою техническую базу полностью обновили. Также хочется отметить и пользуясь моментом отблагодарить руководство канатных дорог Донбая. Большое и огромное спасибо им за содействие, за то, что дают возможность нашим детям подниматься на склон, кататься в меру. Вот сколько надо, столько мы и катаемся. Никаких ограничений нет по времени. Также хотелось бы поблагодарить ребят, работающих на аэротраках, в любую стужу, в любой буран поднимающихся, и которые укатывают нам трассы, которые укатывают бугеля. Большое им за это спасибо. Зимние виды спорта ассоциируются всегда с зимой. Интересно, чем занимаются воспитанники спортшколы в летнее время года, когда уже снега, собственно, нет. Нам часто задают этот вопрос. На самом деле, наша школа работает круглый год. Как только снег тает в горах, а это происходит где-то к середине мая, наши ребята переходят на так называемые сухие тренировки, то есть развитие общефизических навыков. Ребята летом в летнее время ходят в походы, совершают дальние прогулки, занимаются общефизическими упражнениями, катаются на роликах. То есть весь теплый сезон, ребята тоже заняты. Что касается планов на будущее и первоочередных задач, стоят ли какие-то цели и задачи перед спортшколой, может быть, по расширению, либо какие-то первоочередные планы? Конечно, планы у нас есть. Наша школа – это школа по зимним видам спорта, а зимних видов спорта, как известно, очень много. Мы сейчас занимаемся только горными лыжами, и в перспективе хотелось бы расширить спектр и открыть еще несколько отделений по разным видам зимним, именно зимним видам спорта. Что касается перспектив нашего дальнейшего развития и расширения, так сказать, хотелось бы отметить, что мы сейчас работаем в Тесном тандеме с Республиканским центром развития одаренных детей. На их базе открыта группа интенсивных занятий по горным лыжам. Также хотелось бы выразить свою благодарность руководителям этого центра. Наши наиболее способные дети записаны у них в центре, они нам помогают снаряжением, и дети занимаются по интенсивным курсам. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем эти ребята имели возможность выезжать за пределы республики на различные соревнования. На данный момент воспитанники школы проводят активные тренировки на склонах Донбая. Несмотря на то, что пришла весна, погода в горах располагает. Большой вклад в развитие спортивных навыков будущих чемпионов вносят высококвалифицированные тренеры, среди которых и человек с более чем 30-летним опытом Андрей Клюшников. Как отмечает специалист, в последние годы в республике стали больше внимания уделять горнолыжному спорту. И это, конечно, не может не радовать. Невооруженным взглядом видно, что стало лучше. Конечно, всегда хочется, чтобы темпы были более быстрые. Но, тем не менее, нам приобрели древки, которые вы видите, они очень дорогие. У нас их не было. Мы очень мучились по этому поводу. Инвентарь там какой-то нам подкидывают. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Чем больше было бы, тем, наверное, нам было бы лучше. Это сборы, поездки на соревнования. Наши дети точно не менее способны, чем дети других российских регионов. Есть у нас в структуре мышц, в образе мышления. Возьмите, например, борьбу, вот эти единоборства. Там большая часть выходцев с гор, с Кавказа. Горные лыжи – это, в принципе, наш должен быть вид спорта. Там раньше, вот, при коммунистах, в те старые времена, наверху сборной СССР, там бывали люди с Кабардино-Балкарии. Вот. Ну, тут единственное, что можно сказать, что горные лыжи – очень дорогой вид спорта. Там нужна трасса, нужна канатка, нужен бугель свой, нужен ратрак. Он очень дорого стоит. Дети не должны заниматься на склоне, где катаются туристы. Вот. Там, если, допустим, тем же борцам купил, там, маты, там, условно, кеды и с трусой майку, и уже можно какую-то технику ставить, то у нас, вот, нужен снег, нужен инвентарь, который очень дорогой. Несмотря на все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что горнолыжный спорт, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но все же возрождается. Если же работа по поддержке горнолыжников будет продолжаться, вполне возможно, совсем скоро у нас появятся чемпионы России и мира. Так, тренер Майрой Киносян видит большой потенциал в самых юных лыжниках школы, которые, несмотря на свой возраст, показывают заметные результаты. У меня сейчас тренировочная группа третьего года и начальная подготовка. Тренировочная группа второго, третьего года и начальная подготовка. То есть у меня спортсмены-разрядники и малыши, которых только-только ставим на лыжах. Какой, прежде всего, какую цель я несу для себя лично, да, это то, чтобы дети, живущие здесь в горах, могли уметь кататься на лыжах, могли, ну, как бы тут обязанность, то, что они здесь родились, они должны это и уметь. И основное еще здоровье. И потом уже, если есть какие-то там данные или желания спортсмена, то уже в дальнейшем мы тренируем более усиленно. То есть он переходит в тренировочную группу для того, чтобы показывать какие-то спортивные результаты. Тренировки горнолыжников будут продолжаться до тех пор, пока будет позволять погода. А с наступлением тепла спортсмены вновь отправятся в горы, только уже в пешие прогулки и длительные походы.